ВТБ собирает урожай ВТБ собирает урожай Группа консолидирует активы для создания зернового оператора 1. Газета «Коммерсант» номер 28 от 15 февраля 2019 года, СТР 8. Как выяснил твердый знак, ВТБ, купивший 33,18% новороссийского комбината хлебопродуктов, 50% минус 1 акцию объединенной зерновой компанией и Новороссийский зерновой терминал, НЗТ, создает единого российского зернового оператора Сделка по НЗТ, о которой стало известно 14 февраля, должна быть закрыта во втором квартале Ее сумму аналитики оценивают не менее чем в 15 миллиардах рублей Участники рынка и эксперты допускают, что в ВТБ уже есть потенциальный инвестор для будущего оператора По их мнению, продавать объединенные активы нужно побыстрее, на фоне рекордного экспорта зерна и высоких ставок на перевалку ВТБ 14 февраля объявил, что купил у Новороссийского морского торгового порта, НМТП, 62% у транснефти, Новороссийский зерновой терминал, НЗТ Закрыть сделку планируется во втором квартале, необходимые разрешения получены ВТБ отказались от дополнительных комментариев Советник президента транснефти Игорь Демин также отказался обсуждать условия сделки, но подчеркнул, что она состоялась в рамках выполнения задачи создания единого зернового оператора В декабре глава транснефти Николай Токарев говорил, что НМТП нужен единый оператор, который бы занимался зерном Сегодня урожай в России хороший, экспорт большой и, к сожалению, очень много трейдеров на рынке зерновых Это не способствует единой ценовой политике, отмечил топ-менеджер В середине декабря в интервью России 24 господин Токарев пояснял, что конфигурация создания оператора неосна, это будет совместное предприятие или юридически самостоятельное лицо, которое мы будем выделять из порта и продадим В начале января, отвечая на вопрос твердый знак, также Николай Токарев подтверждал, что переговоры продолжаются Господин Демин уточнил, что при этом господин Токарев никогда не говорил, что оператора будет создавать транснефть При этом, по словам Игоря Демина, расставаться с другими мощностями НМТП, не имеющими отношения к нефтеперевалке, компания не планирует, мы не будем по кусочкам продавать НМТП У нас есть планы по его развитию как единого актива, 28,8 миллиона тонн составил экспорт зерновых за июль-декабрь 2018 года ВТБ как создатель единого зернового оператора выглядит логичным Еще в августе 2018 года банк купил 22,25% одного из крупнейших ВРФ зерновых терминалов, Новороссийского комбината хлебопродуктов, НКХП Увеличив затем долю до 33,18% Еще 51% НКХП у объединенной зерновой компании, ОСК, в которой тут же ВТБ 13 февраля приобрел 50% минус 1 акцию, оставшиеся принадлежат государству Все эти активы, как и доли в НМТП, ранее принадлежали группе Сумазия Вудина Магомедова Как следует из отчетности НКХП, за первую половину сезона, июль-декабрь 2018 года, НКХП и НЗТ отгрузили 3,26 миллиона и 3,19 миллиона тонн зерна соответственно Весь экспорт зерновых за этот период в Минсельхозе оценивали в 28,8 миллиона тонн Таким образом, суммарно на НКХП и НЗТ пришлось 23,6% всех отгрузок Денис Варчик из Уралсиба отмечает, что НЗТ один из наиболее рентабельных активов группы НМТП и по консервативным оценкам может стоить не меньше 15 миллиардов рублей И аналитик, и источники твердый знак на рынке полагают, что, консолидировав зерновые активы, ВТБ продаст их стратегическому инвестору, в том числе, возможно, новому для рынка игроку Один из участников рынка при этом отмечает, что механизм работы единого оператора неясен, но опасается проблем для других зерновых терминалов и риска влияния на цены Цены на пшеницу обновили многолетние максимумы По мнению директора Савакона Андрея Сизова, собранные ВТБ активы могут заинтересовать иностранных инвесторов, прежде всего из Азии Вероятно, полагает он, покупатель будет не один, в совокупности это огромный актив даже для крупных международных торговых домов Господин Сизов допускает, что ВТБ уже есть претендент Сейчас самый подходящий момент для продажи активов На фоне рекордного экспорта зерна в прошлом сезоне ставки за перевалку достигли максимальных значений и сегодня находятся на уровне около 25 долларов за тонну С замедлением темпов поставок доходы операторов будут снижаться Если же, отмечает эксперт, участие ВТБ в НКХП, НЗТ и ОСК приведет к созданию некой госкомпании Это грозит снижением конкуренции между владельцами терминалов, ростом ставок за перевалку и снижением доходов сельхозпроизводителей Анастасия Веденеева, Анатолий Костырев, Юрий Барсуков